Ой, ребята, мы вернулись опять. Ну, походу, это вообще просто, да, это было круто. Мы сейчас потеряли машину, как два барана ехали. Причем я припарковалась в совершенно новом... А, это мне дают выехать. В другом месте, абсолютно. Я припарковалась в совершенно новом месте, где я вообще обычно не паркую совершенно. И мы выходим, и как бараны, знаете, как это уже... А у нас отрегулировано одно и то же самое поведение. И мы, значит, вот в этом направлении, где я обычно паркуюсь, мы туда идем. Идем, и я ищу машину, нажимаю, нажимаю на этот, на свой брелок, чтобы она мне там посигнализировала. И тишина такая, я думаю, так, блин, что угнали? А главное, что самое страшное, что здесь вообще, чтобы угнали машину, это нереально. Как вообще, особенно от магазина или еще откуда-то там, ну, гоняют иногда, но это так, знаете, такие мелкие хулиганские какие-то происки, скажем так, потому что как эта машина... Найдут за одну секунду. Да, найдут за одну секунду, тут электронные ключи и всякое такое. Ищем, 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 слушаю, а потом я говорю, а я даже не помню, как я из машины выходила. А она не отзывается? А она молчит, я так, блин, я хожу, говорю, мама, стой тут в одной точке, говорю, я сама пойду искать. Пошла опять по кругу, потому что мы тут ищем-то, мы вообще не потеряем, мы с другой парковки. Слушай, мам, что-то такое, мы как-то... Как в том анекдоте. Ищет на земле что-то. Ты, говорит, чего ищешь-то? Ты ключи потерял. Ну, а где, говорит, ты потерял? Да в той, говорит, стороне. А что под фонарем ищешь? Тут светло. Так же и тут мы привыкли к одному месту. Помните, ищем какой-то ужас какой-то. Ну, ладно, ну, простительно, мы сейчас очень захлопотанные люди. И на улице еще такая погода, мерзопаку, просто мерзопаку, я не понимаю, они сегодня показывали, что это солнце должно быть. На улице плюс 12 и ветер. Вот плюс 12 ветром, это значит, уже считай, минус 6. Посчитала. У вас в математике все в порядке. Нет, я шучу. Ну, просто я имею в виду, что просто, знаете, как не холодно, ну, противно как-то. Ветер, очень сильный ветер. Голову отрывает? Очень сильно. У нас вот в Альберте, у нас очень часто бывает ветреная погода. Очень часто. Прерии? Ну, прерии, да. И вот почему сюда еще, которые люди приезжают, они очень сильно жалуются на сухость кожи потом, да, сухость волос. Потому что здесь практически... В носу, в глаза. Но здесь практически есть даже вот, когда ты садишь растения в горшочках, да, например, чтобы у тебя росла герань, там какая-то еще какая-то ерунда. Тебе нужно такие специальные колбочки туда даже вставлять с водой. Почему? Потому что вот из этих ветров у нас буквально всю влагу выдувает просто вот с почвой, со всего. Я знаю, что здесь очень сложно вырастить. Если горшок маленький, такой, скажем так, не очень энергообъем... Ну, как это сказать? Объем маленький земли там находится, то это всегда будет цветы погибать. Потому что из-за ветра, из-за всего, как из-за того, что очень сухой климат... Походу, нам тоже колбочки нужны. В каком месте, мама? Ну, чтобы не выдувало все влагу с организма. Ну, господи, ну ладно. Так, чтобы... Ой, мне мама как что-то сказанья, чтобы не выдувало влагу из организма. Ну, ладно. Ой, все, ладно. Ну, поэтому мы тут много воды-то и пьем, вот-вот. Потому что, потому что выдувает же все нафиг. Не успел выйти на улицу, все выдул, домой зашел, весь сухой. Опять надо наполняться. Ой, мама, у меня сейчас слезы потекут. О, господи. Ой, точно слезы текут. Все, выдула, как и все. Все, что на улице. Ты уже плакать нечем. Все выдула. Плакать нечем. Уже... Слезы посохли все уже даже. Ладно. Мам, я машину веду. Окей. Ой, плакать нечем. Я буду тихо сидеть. Это у нее так постоянно. Ой, все. Так, все, у меня все потекло. Я не могу. Когда смеюсь, я серьезно плачу, когда очень сильно смеюсь. Ой. Потому что радость выходит через слезы. Ой, что? Тут выдала еще радость вышла. Через слезы выходит. Ой, господи. Ой, все, тихо, 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 тихо. Ой, все, тихо, 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 тихо. Я считаю... Будьте серьезны, у нас сейчас и пойдет мандующим. Да, у нас сейчас и пойдет мандующим. Настраиваться на волну? Типа что, у нас там, как расстреливают что-ли будут? Нет, ну смешно. Гараж сейл. А я думала, еще один дом на сейл. Ну, вообще. Ну, совсем обнаглели. Ой. А у тех уже табличка воткнулась в землю и вросла туда? Они потеряли надежду. Они потеряли надежду всякую. О, господи. А намал-то табличка должна стоять так. Она уже упала туда носом, колонн, воткнулась в землю. Она уже обросла тут травой. Вот так вот они уже все, уже надежда вся потеряна. Но все равно теплица на табличке, надпись-то, дом for sale. Сейчас я вам покажу, ребята, что у них там теплица. Ой, господи, пошли мы. Видите, как у конкурирующей организации упала надпись for sale? Вот так вот она у них стоит углом. Они уже даже ее не поднимают. А у меня красуется. I sold. Мы тут с мамой зашли в ресторан. Называется Монтанас. Ну, такой, видите, как перекус такой. Вот здесь, кстати, на стене висят лыжи под названием «Стрела». Ты хоть раз обращал внимание? Да. Вот так вот он выглядит. Мы сюда иногда заходим покушать. И у нас с мамой захотели перекусить перед тем, как мы пойдем мыть апартамент. Мы сидим в ресторане, мама так говорит, сейчас мы закажем с тобой, но мы хотим сандвичи заказать. Она говорит, and sandwich and fries and попить. А мы сейчас закажем вот такие вот сандвичи. Коудфорд сандвичи. Они здесь вкусные. Не знаю, просто голодные, бегаем. Приготовить времени нет. Я с мамой ухахатываюсь, она, короче, то сначала трубочку неправильно перекусила. Не, ну я просто открыла трубочку, как бы ее воткнула, и обратной стороной. У меня она видела на согнутой. Она согнутая, я думаю, господи, не сгибающая, да. Я потом смотрю, думаю, господи, а внизу уже все это, Тамара. Я же не смотрю совершенно на трубку-то, с какой стороной я ее толкнула. Я сижу с ней разговариваю. Я говорю, ну ага. Думаю, не идет, что-то. Сама-то разговариваю, сама-то. Сама-то разговариваю, что-то не идет туда питье у меня. Ну-то вот тут. Это, знаете, здесь не заработала. Здесь таких банков приносят попить, как многие могут подумать, что такое. Это типа как вот на природе. Типа я показывала, да, как на природе, как на природе, кабина. Кабина от машины, да, да. Кабин, это даже такой домик. Кабин в английском языке. Это домик, сколоченный из бревен. Объясню. А теперь попить. Здесь есть каяндашики. Здесь высылают какого-бумагой. Можно тут нарисовать все, что хотите. Для деток, зачем ты тукалки помыла? Зачем ты это берешь, как-то? У меня есть такой дезинфектант. Сейчас мы продезинфицируемся. Сейчас нам принесут еду, мы покушаем и поедем в апартмент. Ночи туда доберемся. Нет? А там света нет? На помоске придется выйти? На помоске нет. Нет, там солнце светит сейчас. Солнце вышло. Я надеюсь, даст Бог там вечернее солнце. Будет хорошо, если там вечернее солнце. И хоть вечером после работы будет радостно. Я тоже не знаю, какое там солнце. Сейчас я тоже не могу сообразить. Сейчас приедем, посмотрим, какое там солнце. Ключи у меня с собой, по-моему, есть, да. Да и у меня с собой есть тоже. Да. Мы взяли. Ладно, сейчас поедем, посмотрим. Мне принеси мой сандвич с салатом Цезарь. Маме вон какие-то прайсы нажарили там. Кто не пристегнулся? Мы, мы, мы. Ты знаешь, сколько стоит тикет? Мне тикет не выпишут, тебе выпишут. Не надо мне тикеты ваши. Мне не выпишут, тебе выпишут. Да ты что? С безответственность. Да, потому что ты после 18 лет и сам со себя не сошедший. А что, мне уже 18? Да. Вот. И я что-то там, куб как-то, он там заболел или еще что-то. Я не знаю, что этим случилось. Я сегодня халтурно так сделал еду. Я не знаю, что с ним случилось. Я не знаю. Ого, господи, ты больше мой. Че это, чувалы какие-то. Вот такие собачки, народ. Их даже не видно из-за травы. Тихо, они тут, короче, из-за травы не видно. Такие маленькие. Я не знаю, я читал, халтурно как-то еду приготовил. Это ужас. Пересушил вообще все. Ну, не так невкусно сделал, это капец. Кому-то солому ели, да? Ну, лук-то был такой, как вот солому ели. Мы солому пожевали, да. Что вообще халтурно сделал. Вообще, обычно они очень вкусно там готовят. А вот сейчас... Нам подавали настолько джууси, такой вкусный просто. Ну, просто прелесть был этот сандвич. Ну, они маленькие они какие-то. Ой-ой-ой, какие маленькие совсем. А сейчас прям подали такое, что лук, вот чисто как сток сена. А там, знаете, сверху накладывают. Они кладут как бы pulled port, это как... Ну, я не знаю, как это перевести на русский язык. Ну, это как шелдер. Это как шелдер. Слушай, как перевести на русский язык. Это как шелдер. Все перевела, главное, понятно. Это как шейка. Плечо. Шелдер, да. Ну, как шея, наверное. Там вот запеченная свиная шея. Очень долго томится она. И она становится такая, что она прям на кусочки распадается. Да, вот называется pulled pork. И туда добавляют еще соус. И такие жареные во фритюре лучок. И вот они так халтурно нам нажарили этот лук. Знаете, такое ощущение, что действительно, как сток сена сверху положили. И ты, короче, должен это жевать. И мы пожаловались на сухость еды, маме еще на жаре лету, как ее. Я попросила фрайс. Фрайс обычно, вот это какая, картошка это. Картошка free. Free, да. Обычно она дается такая, что сверху она типа как вот хрустящая. Ну, тебе такая прям уж мягкая, что разваливается. Она такая прям вся прям чуси-чуси такая она. Ну, сейчас, блин, дали, ну, хворост и все положили. То есть, мне пучок хвороста дали, пучок сена туда дали. Теперь говорит, ты жуй. Она потом пришла, говорит, может вам еще водички дать? Да нет. Смочите все это там еще внутри. Так смотри, спасибо, не надо. Очень сухой. Я сказала, I'm very disappointed. It's very dry food. Мы пожаловались, что еда не очень вкусная. И они у нас с Билла, ну, сошла, сняли половину. То есть, только за половину. Она говорит, мол, я, мол, поговорила с менеджером, что люди, мол, комплейнт, что люди недовольны. Он сказал снять половину сразу же. Ну, ладно, ладно. Не, ну, если только мы одни комплейнт. Сзади у нас стол тоже комплейнт. Сегодня повар точно явно не хотел идти на работу. Нет. Ну, либо он не вышел, мама, и жарят, короче, какой-то официант очередной готовит. Ну, это кошмар какой-то, что-то с жадой. Ужасно. Да, мне вообще не понравилось. Ну, в общем, все дня они вывели со скале. Но обычно там еда очень вкусная. Да, Монтана обычно подает очень хорошие такие джуси ребра. Как-то картошечку там с чесноком. Да, сочные такие. Мы не первый раз там кушали, да что ж сегодня случилось-то. А чем нам не повезло? Мы еще Алексея взяли такую сухую. Да, такую сено тоже набрали ему. Сено за лома. Давай он измавляет, так, to go. Повторяйте нам. Повторяйте ему сейчас рассказать, чтобы он все выкинул это дело. Ну, он разберется сам уже. Может, ему понравится пожевать такое сено. А оно хрустит. Хрустит-то хрустит. Мы просто взяли, потому что у нас, ну, готовить нет времени совершенно. Мы сейчас поедем в апартмент. Попробуем. Это мы уже сколько туда едем-то, да. Посмотреть хотя бы, что там как-то. Может, хотя бы что-то протереть. Так. Мы находимся сейчас возле нашего апартмент-билдинга. Вот такой вот вход у нас в дом. Так. Мы тут со свабрами, с мамой. На, а то, как ее. На. Как она называлась раньше? Тут телевизор висит. Я не знаю, что должны показывать. Почтовые ящики. Мама, хай. Как на пятилетку. А как они были? Субботник, субботник. Вот у нас были субботники. О. Так, лифт приехал. Так, ну, лифт выглядит приблизительно так. В общем, чисто. Вроде как, похоже на. Не знаю, сейчас посмотрим. Ой, у вас передушевая рука открывается. Вот так выглядят у нас холлы с квартирами. И я думаю, что наша квартира будет первая. Да, первая будет здесь. Ну вот, мы зашли в нашу квартиру. Так приблизительно она выглядит. Не знаю, полы, правда, видно, что терли-терли все потеками. Ничего особенного в квартире нет. Видите, света у нас нет. Да, походу. Сейчас я проверю. Нет, все у нас включено, и света нет. А точнее, мы за свет не платили. Или еще что-то в этом роде. Ну, вот это living room. Ну, она небольшая, в принципе. Да, чем-то тут пахнет. Так, ну, вот есть балкончик. Небольшой, нехидненький, но и есть. Что ты говоришь? Днем более-менее видно, да? Да, видно. Вот. Здесь, значит, есть кухня. Кухня такая, в общем, неплохая, я должна сказать. Холодильник такой обычный, черный. Но они на самые дешевые. Frigidaire фирма двухкамерный. Мы его в прошлый раз открыли, потому что он как бы задохся, да, скажем так. Плита есть, плита, причем, совершенно обычная. Вот на таких вот элементах нагревательных, конечно, да. Ой, нет, мам, у нас нет микроволновки. Халтура, хорошо, что у нас своя есть. У нас есть вытяжка. Да, здесь вытяжка есть. Я слышу, разжилась в хорошем доме. Микроволновка есть. Нет, у нас есть своя микроволновка. Это не проблема. Вот есть послодомощная машинка, тоже Frigidaire. Главное, что она есть. Такая она внутри. Пластиковая. Надо ее промыть. У нас есть... Да, у нас есть мышки. Но сейчас мы ее не промоем, потому что она... Да, у нас есть мышки. Нет электричества. Вот. Ну, лампа, как всегда. Эта квартира двухкомнатная, соответственно, вот такие комнаты тут есть. Я взяла с собой. Правда, переобувалку. А сейчас кроссовка хожу, потому что тут грязная. Ну, вот они подготовили ее вроде как. Тут есть для телевизора, я смотрю. Вот, видите, для кабельного. И... Ну, вот. Одна спальня. Вторая спальня. И... Здесь есть ванная, туалет. Ну, в общем, хорошо, что сейчас, как бы, получается день. Видно, в прошлый раз было очень темно все. Нужно свою шторку. Да, шторку принесу, я смотрю, уже все поцарапанное. Ладно, ну, естественно, не свое, не жалко. Вообще, душ можно принять, скажем так. Туалет. Лукомойник. Да, нет электричества. И здесь есть еще третья комната. Это считается, как вам, не будет видно. Я вам потом ее покажу. Но я сейчас зайду сама посмотрю. Подождите, тут темно и страшно. О, класс, тут сторож есть. Здесь, наверное, может быть, если я встану против света, вот так вот. Мне все равно темно и страшно. Я вам потом покажу. Здесь стоит у меня в темноте и в ужасе стиральная сушильная машина. Куча полочек наколочено. В общем, сторож есть. Можно куда-то тут коробки какие-то засунуть, полотенце положить. Ну, в общем, так. Это форекс, наверное, тут в углу. Ну, так, маленькая полетка такая. Значит, да, будем сейчас мыть и будем отмывать ее. Все, я пошла переодеваться. Мы приехали в Волмарт. Мы выбираем коврик под дверью, потому что ты как бы там сразу... О, вот есть такой, да, запечатанный. Сразу впадаешь в дом, и как бы мы решили купить какой-то коврик в Волмарте недорогой. Как вот этот, 20 долларов стоит. Видите? Ну, нормальный такой вот застелить. Он вроде неплохого объема. Купили вот такие колечки за 2 доллара в ванную, чтобы можно было одеть. Штурку тоже за 2 доллара. Ну, знаете, она такая с окошечком. Все временно это все выбросит. Так, все. Давай, все потащили, да? Да. Где моя кофе? Я уже ночами кофе пью.